9-я мотострелковая краснодарская краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии имени Верховного Совета Грузинской СССР, пехотная, стрелковая, горнострелковая, пластунская, кубанская, казачья, добровольческая, мотострелковая дивизия рабочей крестьянской Красной Армии, вооруженных сил СССР, вооруженных сил Российской Федерации, принимала участие в Гражданской войне, Великой Отечественной войне, в Первой и Второй Чеченской войне, в составе миротворческих сил в Абхазии и Грузии. История «Соединение» имела наименование. С июля 1918 года 1-я курская советская пехотная дивизия, с сентября 1918 года 9-я пехотная дивизия, с октября 1918 года 9-я стрелковая дивизия, с 16 октября 1921 года 1-я Кавказская стрелковая бригада и 2-я Кавказская стрелковая бригада. С 22 июля 1922 года 1-я Кавказская стрелковая дивизия, с 1931 года 1-я Горнострелковая дивизия, а с 1936 года 9-я Горнострелковая дивизия, с сентября 1943 года 9-я Пластунская стрелковая дивизия, с июня 1946 года года 9-я отдельная кадровая Пластунская стрелковая бригада, 9 июня 1949 года 9-я горнострелковая дивизия, с 10 июня 1954 года 9-я стрелковая дивизия, с мая 1957 года 80-я мотострелковая дивизия, с декабря 1964 года восстановлен номер дивизий. Бывший в период Великой Отечественной войны 9-я мотострелковая дивизия, с октября 1992 года 131-я отдельная мотострелковая бригада, с 1 февраля 2009 года, 7-я Краснодарская краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база. Формирование. 9-я мотострелковая дивизия была сформирована 20 июля 1918 года, как 1-я курская советская пехотная дивизия из красногвардейских и партизанских отрядов Курской, Льговской и Белгородской губерний. Дивизия вошла в состав 13-й армии Южного фронта и успешно отражала удары немецких войск под Курском. В дивизию входили 18 пехотных батальонов, 4 конных сотни, 17 батарей, инженерная рота и другие спецподразделения и команды, всего до 25 тысяч бойцов и около 5 тысяч лошадей. Боевыми частями дивизии были 3 бригады, конный полк, легкая артиллерия бригады, тяжелый мортирный дивизион, батальон связи, авиационный отряд. Сформированная дивизия имела мощное вооружение, 100 пулеметов, 29 орудий, 2 броневика, 2 бронепоезда, 3 исправных аэроплана. В октябре 1918 года получила наименование 9-я стрелковая дивизия. В первую бригаду входили 73-й, 73-й, 75-й стрелковые полки, во вторую бригаду 76-й, 77-й, 78-й стрелковые полки. В третью бригаду, минус 79-й, 80-й, 81-й СП, 9-й артиллерийский полк, 9-й Ковпулк. С августа 1919 года по февраль 1920 год 9-я СД находилась в оперативном подчинении 1-й конной армии СМ. Буденного с началом боевых действий на Украине дивизия перебрасывается на Харьковское направление в подчинение командующего Южным фронтом. За успешные боевые действия за правобережную Украину Моссовет наградил дивизию двумя красными знаменами. Осенью 1920 года участвовала в разгроме Врангеля в Крыму на направлении Геническ, Керчь. Летом 1920 года воевала против улогаевского десанта врангелевских войск на Кубани. В Закавказье в январе 1921 года 9-я стрелковая дивизия переброшена в Закавказье для установления советской власти на Кавказе. 25 февраля дивизия в составе 11-й армии вошла в Тбилиси, а в середине марта в Батуми. 9 мая 1921 года в дивизию вливается 34-я стрелковая дивизия, в составе которой 36-й стрелковый полк. 16 октября 1921 года дивизия переформировывается в 1-ю и 2-ю Кавказские бригады с дислокацией в Тбилиси и Батуми, а через 7 месяцев 22 июля 1922 года из этих двух бригад формируется 1-я Кавказская стрелковая дивизия. 29 февраля 1928 года к десятилетию РКК дивизия награждается почетным революционным красным знаменем за выдающиеся заслуги перед Родиной Высокие. Показатели в боевой учебе правительство Грузии, учитывая особые заслуги в деле укрепления советской власти в Закавказье взяло шефство над дивизией. Ей присваивается наименование имени ЦИК СССР Грузии. Отныне дивизия именуется 1-я Кавказская краснознаменная стрелковая дивизия имени ЦИК СССР Грузии. В 1931 году дивизия переформировывается в горно-стрелковую дивизию. 22 марта 1936 года дивизия награждающая орденом Красной Звезды. 21 мая 1936 года переименована и носила название 9-я горно-стрелковая краснознаменная ордена Красной Звезды дивизии имени ЦИК СССР Грузии. Годы войны. 9-я горно-стрелковая дивизия. В обороне Кавказа, с началом войны на южной границе Советского Союза, Турция привела в боевую готовность свою армию. Начало ее сосредоточение к границе СССР с целью, в случае успеха Германии, вторгнуться в пределы Советского Закавказья. 9-я ГСД, согласно оперативному плану, уже в июне начали выдвижение для прикрытия государственной границы с Турцией на участке от Сарп до Верхней Марадиде на фронте более 50 километров. На 22 июня 1941 года дивизия дислоцировалась в Батуми в составе 40-го стрелкового корпуса, затем 46-й армии Закавказского фронта. Дивизия обороняла границу с Турцией и занималась строительством оборонительных рубежей. В состав дивизии входили 36-й горнострелковый полк, 121-й горнострелковый полк, 193-й горнострелковый полк, 251-й горнострелковый полк Убыл, 607-й гаубичный артиллерийский полк Убыл, 256-й артиллерийский полк, 136-й противотанковый арт-дивизион, 251 ГСП, 1329 ГСП, 55 ОПТД, 26 КСК, 140 САП, 1432 ОРС. 123 Медсанбат, 161 АТР, 104 ПХП, 156 ДВЛ и другие части. В действующей армии дивизия с 23 ноября 1941 года по 28 января 1942 года, затем с 15 мая 1942 года, 5 сентября 1943 года, за период с июля 1941 года по август 1942 году. Из состава дивизии выбыло на фронт для пополнения вновь формируемых соединений несколько тысяч красноармейцев, командиров и политработников. 20 декабря 1941 года на фронту убыло 1654 человека. От 18 до 21 января 1942 года в Баку на формирование 75-й стрелковой дивизии убыл в полном составе 607-й гаубичный артиллерийский полк и 136-й противотанковый арт-дивизион. В конце января еще 900 человек в 51-ю армию, в феврале около 800 человек в Тбилиси, в состав 155-й запасной стрелковой бригады. В декабре 1941 года 251-й горно-стрелковой полкой 2-й дивизион 256-го артиллерийского полка, как десантные, имеющие опыт и практику в десантных операциях, были перебрушены в 51-ю армию Северо-Кавказского фронта, где приняли участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. В августе 1942 года 121-й горно-стрелковый полк с 1-м дивизионом 256-го арт-полка, переподчиненный непосредственно командующему 46-й армией, переброшен в район Сухуми и 27 августа 1942 года впервые вступил в бой с 1-й горно-егерской дивизией Эдельвейс 49-го горно-стрелкового корпуса 17-й армии немцев на Клоухорском перевале в районе села Гвандрии. Они были переброшены из Батуми в Сухуми по железной дороге и морям, первыми выгрузились артиллеристы, разобрав горные пушки и навьючив их на лошадей, они сразу же выдвинулись в горы, на Клоухорский перевал, совершили тяжелый 75-километровый марш по горной дороге, предварительно подготовленный нашими саперами к взрыву. Местами дорога сужалась до 1 метра, извиваясь над глубокими ущельями с отвесными стенами. По этой причине дивизион был вынужден передвигаться растянутой цепью и вступал в бой по частям. По мере подхода артиллерийских батарей к месту назначения, к своим боевым порядкам, артиллеристы 1-го дивизиона 256-го артполка с позиции у села Гвандри поддерживали своим огнем пехотинцев 121-го ГСП. С утра 21 августа передовая рота 121-го горнострелкового полка под командованием старшего лейтенанта И.И.Табакина атаковала противника и уничтожила до двух рот прорвавшихся фашистов. Ожесточенные бои за Клоухорский перевал продолжались до середины октября 1942 года. Во второй половине сентября в горах резко похолодало, начался обильный снегопад, закрывший перевалы. Боевые действия в этом районе были прекращены. 121-й горнострелковый полк 13 декабря 1942 года был награжден орденом Красного Знамени. В этом бою погиб командир 121-го ГСП майор Аршавы И.И. В боях за Кубань и Адыгею, 29 ноября 1942 года, по решению ставки верховного главнокомандующего, началась передислокация частей 9-й горнострелковой дивизии в район Туапсе. Перевозки личного состава техники и вооружения осуществлялись по железной дороге и морям на крейсере «Красный Крым» и военных транспортах «Красная Кубань» и «Дмитров». Сосредоточившись в районе Туапсе, дивизия вошла в состав Черноморской группы войск Закавказского фронта. В начале декабря 1942 года дивизия перебрасывается в район Лазаревской, где началась усиленная подготовка ее к горному переходу и к боевым действиям в горах. Она была передана в состав 46-й армии Черноморской группы войск Закавказского фронта. Черноморская группа наших войск готовились к проведению Краснодарской наступательной операции. Перед ее началом командующая этой группой генерал-полковник Е. Петров решил нанести вспомогательный отвлекающий удар на Майкопско-Белореченском направлении, в котором должны были принять участие все полки 9-й горно-стрелковой дивизии под командованием полковника МВ Евстигнеева. Этот удар включался в общий план боевой операции под кодовым названием «Горы», поселке Лазаревском командующей войсками 46-й армии, в состав которой входила 9-я горно-стрелковая дивизия. Генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе поставил офицерскому составу задачу на подготовку к боевым действиям по организации и проведению контрнаступления. Совершив в тяжелых условиях 110 км марш через горный перевал Хакуч, дивизия заняла оборону на реке Пшеха. 14 января 1943 года вступила в бой с немецко-фашистскими войсками в районе Каменки. Дивизия освободила станицы Самурская-Черниговская. 29 января 1943 года освободила Майкоп ХАП. www.soldet.ru Справка. Freedom1-4.html Освобождение городов СССР Форсировала вброд реку Белую. Освободила станицу Белореченская. 30 января освобождала Н. П. Бжедухабль. Преображенская. Новосевастопольская. Николаевская. Геогинская. Адамиль. 31 января освободила Штурбина. Хатукай. Еленовская. Форсировала реку Кубани. В ночь на 2 февраля 1943 года освободилась Лобинскую. В ночь с 6 на 7 февраля 36 горно-стрелковый полк освободил станицу Воронежскую. Вместе со 193 полком в ночь с 7 на 8 февраля изгнали фашистов. Из станицы Васюринская. 12 февраля 1943 года 9-я горно-стрелковая дивизия во взаимодействии с другими соединениями освободила Краснодар. Разведчики 121-го горно-стрелкового полка водрузили над освобожденным Краснодаром красное знамя. За активное участие в боях по освобождению города Краснодар от немецко-фашистских захватчиков 3 сентября 1943 года приказом Верховного главнокомандующего дивизии было присвоено почетное наименование «Краснодарская». В середине февраля в составе 37-й армии участвовала в Краснодарской наступательной операции и в Северокавказской стратегической наступательной операции. После освобождения Краснодара без передышки дивизия повела наступление на станице Новомышевская, Славянская, Крымская и вышла на голубую линию фашистов, прикрывавшую их плацдарму Новороссийской и Таманского полуострова. В упорных кровопролитных и затяжных боях дивизия закрепилась на северной окраине станицы Неберджаевская. Перед станицей есть долина, которая получила наименование «Поляна Героев». С мая по сентябрь 1943 года эта долина десятки раз переходила из рук в руки. В апреле и августе 1943 года дивизия в составе 56-й армии вела упорные бои по прорыву голубой линии противника Новороссийско-Таманской операции. 3 сентября 1943 года, сдав свой участок обороны 89-й стрелковой дивизии, 9-я горнострелковая дивизия выводится сперва в Армейский, затем во фронтовой резерв, а к 11 сентября сосредотачивается в районе Краснодара, перейдя уже в резерв ставки Верховного главнокомандования. 9-я пластунская стрелковая дивизия. Формирование. В начале сентября 1943 года дивизия была выведена в резерв ставки ВГК и переформирована в 9-ю пластунскую стрелковую Краснодарскую Краснознаменную Ордена Красной Звезды дивизию имени ЦССР Грузии. В основном из состава кубанских казаков полки дивизии делились на пластунские батальоны и сотни. По окончанию формирования дивизия в своем составе имела управление дивизией 36-й пластунский полк, 121-й пластунский полк, 193-й пластунский полк, 256-й артиллерийский полк, 1448-й самоходно-артиллерийский краснознаменный полк, 55-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, 544-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, подразделения боевого обеспечения, подразделения тылового и технического обеспечения, отдельная учебная пластунская сотня, взвод управления, командующего артиллерией, 203-я полевая почтовая станция. С 21 октября 1943 года по боевому распоряжению ставки Верховного Главнокомандования от 17 октября 1943 года 9-я пластунская краснодарская дивизия, сосредотачивается в районе города Краснодар с переходом в подчинение отдельной приморской армии. Боевое использование дивизии разрешается только по приказу ставки Верховного Главнокомандования. Верховный Главнокомандующий Сталин и 14 октября 1943 года лично принимал комдива полковника Метальникова П. И по вопросам комплектования пластунской дивизии вручил ему генеральские погоны. Части дивизии продолжают заниматься боевой подготовкой, при этом особое внимание уделяется подготовке к действиям на морском побережье. В этот же период 256-й артиллерийский полк переводится на механизированную тягу. До марта 1944 года дивизия в распоряжении ставки Верховного Главнокомандования и во временном подчинении отдельной приморской армии, дислоцировалась на Кубани, выполняла задачи по обороне Азовского побережья от станицы Голубицкой до мыца Панагия, и отдельными подразделениями принимала участие в освобождении Крыма. В составе отдельной приморской армии участвовала в январе-феврале 1944 года в обороне Таманского полуострова. Согласно боевому распоряжению отдельной приморской армии 9-я пластунская краснодарская дивизия в течение двух дней 25 и 26 февраля 1944 года совершает марш в 140 километров и сосредотачивается в районе станции Крымской для погрузки на железнодорожный транспорт, совершает передвижение и входит в состав 4-го Украинского фронта на западном направлении. С 9 марта 1944 года была включена в состав 69-я армии 4-го Украинского фронта, в конце апреля в составе 18-й армии. 20 июня 1944 года от имени Президиума Верховного Совета СССР командир 95-го стрелкового корпуса генерал-майор И.А. Кузовков в торжественной обстановке вручил дивизии боевое красное знамя 9-й Краснодарской пластунской дивизии. С 21 августа в составе 33-го гвардейского корпуса 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. 23 августа 1944 года дивизия совместно с соединениями 15-го стрелкового корпуса овладела крупным промышленным городом Дембитса, участвовала в Висло-Одерской наступательной операции, в Львовско-Сандомирской наступательной операции, вела упорные бои южнее города Станислав, впоследствии за Сандомирский плацдарм. Сандомирско-Селеской наступательной операции 1945 в составе 60-й армии Двизия к исходу 16 января 1945 года вышла к реке Висло на участке, с Сирославицы, Саковица-Опатовицы захватила переправы, далее наступала на Краковском направлении, вела успешные бои северо-западнее города Краков и способствовала его освобождению 19 января 1945 года, развивая наступление в направлении Ратибур. Дивизия во взаимодействии с другими соединениями освободила от немецко-фашистских захватчиков 23 января Шанов-Домбровский угольный бассейн Польши, и вышла к 25 января на реку Пшимша. 29 января стремительной атакой овладела Свинцимским концентрационным лагерем. В Верхнеселеской наступательной операции 1-го Украинского фронта участвовала в освобождении Леопщуца. 31 марта вышла к реке Опова. В боях с 15 по 30 марта 1945 года дивизия уничтожила около 2500 вражеских солдат, солдат и офицеров. 65 танков, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров, более 90 орудий разных калибров, за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблести и мужества. Указом Президиума Верзовного Совета СССР 26 апреля 1945 года дивизия награждена орденом Кутузова второй степени. В начале апреля 1945 года дивизия в составе армии была передана в 4-й Украинский фронт на завершающем этапе. В Моравско-Островской наступательной операции решительными действиями способствовала освобождению войсками 60-й армии города Тропау, а соединениями 1-й гвардейской и 38-й армии города Моравско-Острова. Боевой путь, начатый в 1942 году от гор Кавказа, казаки-кубанцы закончили в пражской операции в мае 1945 года на подступах к Праге. Даже после подписания акта о безоговорочной капитуляции командующим группой армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Шарнера, оставляя арьер-гарды отступала на запад Пластунская, ЦМРФ, Ф-1065, ОП-1, Д-2, Л. От 46 до 48 за ратные подвиги в годы войны более 14 тысяч воинов дивизий были награждены орденами и медалями.